Лидирование ведущей политической партии в выборах в Госдуму говорит о доверии населения страны. Глава Республики Егор Борисов принял участие в прямой линии центральным штабом партии «Единая Россия», куда прибыли президент страны Владимир Путин и премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Глава государства отметил, что в этом году явка избирателей не самая большая, но высокая, и это важно для всех партий, участвовавших в выборах. Он добавил, что в курсе непростой жизни россиян, но победа правящей партии говорит о доверии населения и о том, что люди видят работу и эффективность партии. Также Владимир Путин призвал членов «Единой партии» и впредь оправдывать доверие, оказываемое населением страны. В Республике выборы депутатов Государственной Думы России 7-го созыва глав районов республики, органов власти состоялись. Об этом заявил Егор Борисов на встрече с активом партии «Единая Россия» прошлой ночью. Напомним, что якутяне выбирали депутатов Госдумы не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. По ним всего в выборах от Якутии принимали участие 8 человек. Также состоялись выборы Нюрнгринского, Жиганского и Булунского районов, глав улусных центров и поселений депутатов представительных органов. Глава республики отметил, что по предварительным данным Центра избиркома, республика занимает второе место на Дальнем Востоке по явке избирателей, уступая традиционной Чукотке. Кроме того, он подчеркнул, что в выборах по одномандатным округам не было напряженности и конкуренции, в то время как по партийным спискам наблюдалась жесткая борьба. Традиционный расклад по республике сохранится. Единороссы победят, коммунисты, спортеросы, они примерно такие же соотношения, какие были в прошлых выборах, они тоже сохранят. Поэтому таких резких изменений в структуре выборных составляющих в целом по республике никаких не произойдет и не происходит. То есть выборы прошли в таком стабильной ситуации, с сохранением стабильной картины, которая была в последних годах. Продолжение следует...